Медицина Гомельщины зарабила еще один крок наперед. В областном кардиологическом центре после реконструкции сегодня открылось специальное отделение ангиографии. Усталеванное тут обсталевание позволяет проводить высокотехнологичные операции. На урочистостях с нагодой открытия отделение побывал Олег Синтеров. Гомельский областный кардиоцентр – один из буйнейших не только в Беларуси, но и в уголе на постсоветской просторе. Увага на его оснащение с учащенным обсталеванием тем больше значна, что сердечно-сосудистые захворывания у свете зараз самые распосюдженные. Сегодня у огольной структуры смиротности сердечно-сосудистые захворывания занимаются больше 55%. При этом на сердцах покутаются как пенсионеры, так и очень молодые люди. И такая лишь бы 64% пациентов Гомельского областного кардиоцентра – мужчины. Нина Манкевич в Гомельском областном кардиоцентре уже не первый раз. В 2016-м ей шпитализовали с инфарктом. Операция прошла поспехово, а в простой час возникла новая проблема. Жанчине стало тяжко дыхать. Сегодня у врачей констатуются, здоровье нормализовалось. Сама Нина Манкевич еще больше категоричная, кажется, что я снова родилась. Я задыхалась, у меня не было дыхания. Я выйду на улицу и все. И тут же возвращалась назад, потому что не могла ходить. А здесь, слава богу, проперировали, два стенда поставили. И мне стало хорошо. Я теперь хожу везде и всюду. Все нормально. От четырех покоев в 1983-м до сучасного высокотехнологичного специализованного центра за пошли 35 годов кардиологичная служба Гомельской области зарабила значный круг наперед. Ангиография областном центре выкористовывается уже 14 годов. Але за гэтый час набытое ТДП-сталевание состарело як интеллектуально, так и физично. Новый комплекс дозволить проводить операции на кудыбоч сучасном узровне. Технологии ушли вперед за это время значительно. Этот аппарат еще более высокого класса. Аппарат экспертного класса, оснащенный всем программным обеспечением для того, чтобы выполнять операции самой высокой степени сложности. И на коронарном русле, и на периферических артериях, на аорте. Это операция при структурной патологии сердца. Аппарат еще более низкодозовый, позволяет снизить лучевую нагрузку на пациентов и на персонал. Здоровая нация, здоровая держава. Возмаснение материально-технической базы медицинских установок сбоку органов улады. Особливая увага. Сашиня Абалаканкама Владимир Дворник и головный врач областного кардиоцентра Вольга Лях перерезают червоную стушку и знакомятся с новой операцией. Увагу ли таких комплексов в медицинской установе два, а легает и больше сучасный. На протягу суток тут будет проводиться до 10 операций. Керовник в области с такой загрузкой обстреливания погаджается, а лечит, что операционную можно выкористовывать еще больше эффективно. Размова идет в профилактических обследованиях у свободной от операции час. Мы будем настраивать весь наш аппарат, перестраивать сегодня систему работы таким образом, чтобы те вложенные средства максимально дали отдачу. И самое главное, что каждый аппарат, он с каким-то течением времени, через 5-7 лет он теряет свои уже не только физические свойства, но и интеллектуальные. Появляются новые, более лучшие и так далее. Поэтому сегодня задача, как можно больше загрузить и поиспользовать эти аппараты, для того, чтобы дать возможность жить нашим людям.